Старшая группа 55-го детского сада гуляет на улице. Малыши помладше уже пошли на обед. На пищеблоке всегда жаркая пора. Причем начинается тут рабочий день еще раньше, чем открывается детский сад. Так она у нас два года уже не меняется. Минимальная зарплата 5-6. Детей у нас 103 списочных. Один повар готовит на весь детский сад. Несмотря на низкую оплату, вакантных мест в детском саду нет, уверяют в руководстве учреждения. Сейчас все места заняты. Работники работают. Обслуживающий персонал, хотя и получают очень мало, но держатся из-за того, что некоторые мамочки получают временную путевку. И работают старые работники, которые уже по 12-15 лет работают в детском саду. По данным городской администрации, всего по Череповцу не хватает 200 человек обслуживающего персонала. Нужны технички, младшие воспитатели, повара, костелянша. Получают они немного. К примеру, средняя зарплата непедагогических работников в детских садах составляет 6295 рублей. И это ниже уровня прошлого года. Причина падения в перераспределении бюджетных обязательств. В прошлом году область приняла на себя полномочия по выплате заработной платы всех работников сферы образования, за исключением доп. образования. А в этом году вернула обслуживающий персонал. Те средства, которые предусмотрены в рамках возврата процента ДФЛ, их будет недостаточно на то, чтобы выплатить всем заработную плату. Поэтому дополнительно ставили вопрос о средствах, которые необходимы городу Череповцу. Пока мы эти средства не получили. На сегодняшнем заседании Думы о ситуации и путях выхода из нее рассказывала начальник управления образования города. Цифры показывают, что зарплаты упали не у всех категорий обслуживающего персонала. Да и на небольшое повышение все-таки можно рассчитывать. Причем без сокращения сотрудников. Штатные расписания содержат, скажем так, вакантные ставки. У нас идут процессы оптимизации. Но это пока конкретных живых людей не касается. То есть идет оптимизация именно штатных расписаний. И все средства, которые будут получены в результате оптимизации штатных расписаний, они будут направлены на улучшение заработной платы обслуживающего персонала. Озвученную информацию городские парламентарии сегодня приняли к сведению. Никаких особых вопросов не возникло. Как бы стоят дела в соседних регионах? Это та же проблема? Или каким-либо образом все-таки находят на местном бюджете, в местном бюджете, или каким образом решается проблема низкой оплаты данной категории? Проблема федерального уровня. Страдают все регионы. Каждый ищет свой путь выхода из ситуации. Так, в Череповсе планируют объединить 14 детсадов семи, чтобы сэкономить на административном аппарате. При этом в мэрии заверяют, что для малышей и родителей все останется, как и прежде. Старшие гуляют, младшие на обед. Все по расписанию. Собирайся, народ! Собирайся, выкидай!